Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, 9 марта, и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунтов. Видим, что в пятницу вышли у нас хорошие фундаментальные данные по состоянию американской экономики, по снижению уровня безработицы, по росту числа занятых вне сельскохозяйственного сектора. Но, как мы видим, на выходных произошли новые спеши коронавируса в США, зафиксированные в Австралии, резкий обвал цен на нефть, резкий обвал фьючерсов на фондовых рынках. Все это привел к очередным покупкам европейской валюты, также к британскому фунту покупкам, гэпы вверх и обновления таких уже максимумов. Практически по евро мы добрались до 15 фигуры, по британскому фунту мы также добрались до 31 фигуры. Все это говорит о том, что последствия коронавируса вышли у нас еще в субботу данные по сокращению экспорта китайского, по импорту, по балансу внешней торговли. Все это говорит, конечно, о том, что текущая ситуация с коронавирусом может доставить и будет доставляться и дальше ряд проблем, в связи с чем давление на американский доллар сохраняется. На текущий момент есть у нас поддержка 13.94, 13.64, формирование сложных пробоев от этих уровней вплоть до теста 13.38. Скорее всего, сохранит покупки европейской валюты, закрепление выше 14.30, приведет к обновлению максимумов уже 14.59, 14.87 и выход на 15.14. Думаю, до этих уровней мы доберемся в начале недели, если давление на американский доллар не ослабнет. Что касается продаж, я бы с ними не торопился, только после обновления максимумов на 14.87, либо на 15.14. Сложные пробои на 14.30, 14.59 также могут привести к нисходящим коррекциям, но в условиях такой высокой волатильности, внутри дня уже более 150 пунктов, лучше подождать, пока рынок придет в себя и уже действовать более правильно. Что касается экономического календаря, то сегодня у нас выходит изменение объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли, индикатор уверенности инвесторов, но скорее всего эти данные не окажут никакого влияния на рынок. Все будут следить за последствиями распространения коронавируса и за фондовыми рынками и уже дальше отталкиваясь от этой информации и принимать решения. Поэтому календарь сегодня никакой особой роли не играет. Что касается британского фунта, то здесь мы видим, есть у нас также гэп образованный, есть у нас поддержка 30.62. В случае возврата под этот уровень, скорее всего, покупатели активизируются в рынке только после теста 30.30, либо на отскок от 29.96. А прорыв и закрепление выше уровня 31.04 приведет нас дальше уже на 31.33, 31.63. Думаю, вполне вероятно, что эти уровни будут достигнуты в ближайшее время. Однако, учитывая, что рынок у нас достаточно сильно перегрет, покупать на пробой текущих максимумов 31.04 я не рекомендую, так как все-таки необходима и нужна нисходящая коррекция. И после того, как паника уйдет на фоне очередной вспышки распространения коронавируса, в том числе и в Италии, после того, как паника немного закончится, скорее всего, будет образована у нас коррекция по евро и британскому фунту. Поэтому покупать дальше на прорыв не самое правильное решение. Лучше всего, конечно, открывать длинные позиции после коррекции и достаточно крупным уровнем поддержки. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok